Дорогие друзья, всем привет, мы сегодня... Снимаем сразу три ролика. Там, там, смотрите, все, все с камерами. А я сейчас достал. Да, посмотрите, какая красота, решили прямо отсюда начать. Едем мы куда? Едем мы в Мерсин, хотим показать вам Мерсин, я сам еще ни разу там не был, честно говоря. Никто, кроме Никита, не был. Я там тоже не был, ты не был. Короче, никто там не был, поэтому наши впечатления, покажем вам недвижку, нас там должны вроде как встретить, да? Посмотрим квартиры. Короче, будет выпуск прям интересный. Не забывайте подписываться, ставить лайки, ну и поехали. Друзья, посмотрите, красота какая, не могли не остановиться. Конечно, вот это все бы обновить, вообще бы было обалденно. Бухточка, видите, такая вода бирюзовая. Ай, красота. Сколько едем, сколько едем, сколько же в Турции этих красивых мест просто вообще. Так, друзья, заехали мы в Мерсин. Ну как, я тут первый раз сразу скажу, сейчас музыку убавим. Ну, как в обычный большой город, да, заехали? Что-то такое. Ну, мне кажется, это еще пока вот типа Подмосковья. Ну да, мы еще. Навигатор показывает 56 километров ехать до самого Мерсина, но, возможно, это на побережье, вон такой вот прям растянутый город. Ну, мы как бы уже в каком-то райончике Мерсина едем, получается. Ну, в каком-то, да. Высоточки даже. Высоточки. Что-то строится. Пока вот так все. Итак, друзья, мы уже на месте. Нам сегодня Настя помогает. Большое спасибо за это. Будем задавать ей вопросы, она будет отвечать. Настя, мы вообще в каком районе? Я ничего не понимаю. Район Арпач-Бахшиш мы находимся. Это в 40 минутах от центра города Мерсина находимся. Так. 300 метров здесь у нас есть шикарный пляж, где каждый день проходит базар. Очень фу. Прям на пляже, что ли? Ну, прям на набережной. Там большая оборудованная набережная есть, на которой можно кататься на велосипеде, там, не знаю, на роликах и просто прогуливаться. Да, сразу поясню. Мы вот Жене смотрим квартиру. Я, в принципе, просто поснимать сюда приехал. Ну, и не знаю, может, что-нибудь тоже мне приглянется. Она говорит, что есть за 20 тысяч евро. Здесь даже варианты. Мы вот сюда приехали. Пару вот здесь блоков. Здесь вообще какие цены? Ну, вот непосредственно здесь. Ну, давайте мы уже в квартире будем. Я расскажу вам. А, ну, хотя бы тогда по придомовой. Вот мы сейчас стоим. Да, домовая территория. Здесь большой открытый плавательный бассейн. Здесь будут лежаки в летний период времени стоят. Там стоят столики. Также будут качели стоять здесь. А, дом только вот, да, сдался, получается? Он сдался уже давно. Здесь люди уже живут. Просто сейчас все убрали, потому что, как бы, не сезон дожди. А, нет, понятно. Аквапарк, получается, и детская площадка оборудованная. Зона барбекю, две беседки у нас здесь есть. Здесь, кстати, пока идем вот к входу, смотрю, вот просто там строится, здесь строится. Вот это как раз наш комплекс, тоже мы его предлагаем. Здесь квартиры начинаются от 231 тысячи лир. Лир. Да, ну, это где-то в районе 24 тысяч евро, да. 24 тысячи 5 тысяч евро. Да, они на стадии строительства создается. Это вот комплекс в декабре месяце 2021 года. И сразу же напротив него технический лицей находится. То есть, в принципе, тут есть кто с детьми поедет. Ага, ну, это вообще какого уровня комплекс? То есть, со всей инфраструктурой полностью? Да, большой открытый плавательный бассейн. Ага. Будут тоже горки также стоять. То есть, тут большая будет инфраструктура. А бассейн вот этот зимний есть? Зимний нет. Зимний нет, к сожалению. А, ну, чуть-чуть попроще, да? Да, он попроще будет, но он будет повыше. То есть, здесь будет три блока. И впереди будут еще стоять блоки с виллами. То есть, это будут виллы. Ага. Настя, еще такой вопрос. У вас пошла тенденция такая на уменьшение площади? У нас в Алании есть такая тенденция, что стали уже квартиры там 1 плюс 1. Болконы. Типа 50 метров, там 45 метров уже вот такое. У вас тут в Мерсине началось это? Нет. Такого здесь нет. В Мерсине вообще не любят строить, я так скажу, 1 плюс 1. Здесь вообще все комплексы практически строятся 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1, 5 плюс 1. Потому что здесь турки любят как бы большую площадь. И здесь в этом комплексе есть очень мало квартир. 1 плюс 1 они специально строились для иностранцев. Площадь не маленькая. В основном здесь в Мерсине 1 плюс 1 где-то от 70 и выше квадратов идет. Отлично. Да. Как раньше у нас в общем было. Да, есть конечно и по 60 и по 65, но это немного, там и цена меньше. Но вообще говорю, что все комплексы начинают от 2 плюс 1. Хорошо. Ну все, пойдемте смотреть. Итак, друзья, мы уже зашли. Вот Женя, давай, твои эмоции. Ты не риэлтор, ты вообще не заинтересован. Говори все как есть. Ну что? Ну квартира. Ну да. Ну слушай. Типичная квартира. Она низкая. 1 плюс 1. Подожди, у меня. Есть одна разница, наверное, в том, что балкон будет большой. Не, у меня больше. Блин, у меня вот этот в Crystal Garden все-таки больше. У меня вообще, что она... Ну здесь сколько? Ну, наверное, сама вот полезная площадь квадратов может 40. Ага. И плюс еще балкон, да, на этапу где-то 65. 65, 65. Это 1 плюс 1, да? Да, это 1 плюс 1. А сена здесь получается 220 тысяч лир. Все в лирах, да, сегодня будет? Ну нет, я и в евро, как вам говорю, давайте переводить в евро. 220 тысяч лир. Ну, короче, я в рубли просто, давайте еще буду переводить. 220 тысяч лир, это где-то 23-23 тысячи евро. А в рублях, это 2 миллиона 200. А, сейчас вообще лир от 9 и 5 даже меньше получается. Где-то миллиона 2 рублей. Вот то, что вы хотели от меня, просили. В Валане я вам не могу этого дать, здесь вот могу. Встроенный шкаф здесь есть, это все в стандартной отделке идет, да. Также кухонный гарнитур, но это всегда стандарт в Турции. Ага. А полностью оборудованный санузел. Ну, это все как бы доделают, дом там еще доделывается? Будет все идеально, да? То есть... Когда квартира покупается, перед получением таку, здесь сделается большая генеральная уборка, потом еще вторая генеральная уборка, все недочеты, которые здесь есть. Там где-то что-то откололось или как-то. Это все меняется. Идем на балкон. Это у нас самая недорогая, потому что, судя по этажу, это первый этаж у нас. Это первый высокий этаж, русский это как-то так. Разница в Солане есть, что стена, то есть балкон большой. Так. То есть у второй комнаты тоже есть балкон. Ага. Он перегорожен. Видишь, что здесь, по-моему, может, да. То есть разделили балкон пополам? А там чисто твоя убедительная атмосфера. Ну, можно застеклить, да. И застеклить можно, да. И застеклить можно. Можно застеклить один балкон, продлить комнату. Мы сносили вот эти вот стены. Ага. А это все тоже можно. Это убирается и оно продлевается. Согласовывать застройщикам обязательно? Это делать не надо. Слушай, а вот ты там нам про газ рассказывал. Здесь вот это есть? Да, вот они выводы под газ. Я смотрю, да. Здесь можно будет, да, это сделать. То есть в каждой квартире уже здесь выводят батареи. И все это можно сделать. Здесь пока газа нет. Ага. Как я уже говорила. Но до Эрдемли планируют в течение пяти лет, наверное, все районы подключить. Угу. Хорошо. А есть в этом же доме, может быть, повыше там, с видом, чтобы мы понимали? Да, мы сейчас пойдем на... Пойдемте? Конечно. Смотрим дальше. Заходим. Это что у нас за квартира? Это в этом же комплексе у нас квартира на 11 этаже 3 плюс 1. Цена? Триста шестьдесят пять тысяч лир. Сорок тысяч лир. Сорок тысяч лир. Ага. Ну идите, смотрите, тут сразу видно. Так, сразу я просто захожу, вижу тут такие вот шкафчики. В общем, кстати, да, Насте я спрашивал, видео не снимали, сколько вот ту, за сколько вот ту квартиру, которую мы первую смотрели, можно сдавать длительно. Сорок тысяч лир. Она говорит, 15 тысяч рублей, короче, в 1500 лир. Можно сдавать ее длительно. Ну вот так вам в качестве. Вот здесь еще выйдете сюда, да? Так, ну что, это получается у нас кухня-гостиная? Ага. Кухня-гостиная совмещенная, да. И здесь французский балкон, небольшой балкон, это там здесь прямой. А вот это школа, да, судя по всему? Это технический лицей, как я уже говорила, ну колледж, колледж. А, колледж. Для старшеклассников. Да, огромный балкон и офигенный вид на море. Ну да, реально море рядом. И там прям хороший пляж? Да, там хороший пляж. Ну еще сколько места, да, под застройку? Это не будет застраиваться, у них здесь парк, где они выращивают специальные растения, то есть, ну как это называется правильно, где выращиваются вот эти вот для украшения домов, вот это вот все. Декоративные? Да, 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 да. Вот они там это все выращивают, поэтому это не под застройку. Это охраняется безобразно. Вот у нас, кстати, территория сверху, можем увидеть. Ну все простенько, честно сказать, ну не гривя душой. Но ценник, конечно. И так как в Аланье здесь дома, которые на первой линии стоят, их с берегом, с пляжем дорога не разделяет. Да, здесь между морем и домами нет дороги. Есть пешеходные, да, получается? Да, здесь не нужно вам переходить там по светофорам или как в Аланье по подземным переходам. То есть, вам не надо. Здесь пошли спокойно с детьми, вы можете спокойно идти, вы дойдете прямо до моря и без каких-либо дар. Там есть только большая набережная, мы можем до нее доехать, если вы хотите, я вам ее тоже покажу. Смотрите, как она выглядит. Слушай, Настя, вот у меня первое такое впечатление, немного типа как-то пустынно вообще в целом район выглядит, где там типа социальная вся инстраструктура, там какие-нибудь магазины, куда вообще ходить, что тут вообще делать? Здесь буквально в десяти минутах ходьбы есть все магазины. Шокбим 101, так же как в Аланье, они здесь есть, просто их вы не видите. Там есть у нас магазин вот за этим домом буквально сразу. Там вот есть еще один магазинчик тоже. Маркеты, они тоже здесь есть. Но смотрите, по поводу пустынности и всего остального, я скажу так, если, допустим, сравнивать с той же Аланьей, то она тоже когда-то была, скажем так, не развита. Махмутлар был вообще деревней, где никто не хотел ничего покупать, потому что там ничего не было. Прошло семь лет и сейчас в Махмутларе... Все хотят покупать в Махмутларе. Да, все сейчас хотят покупать и там на каждом шагу и маркет, и аптека, и все-все-все. Здесь чуть-чуть подождать, если на перспективу здесь отличный район. И здесь очень хорошо подходит именно для постоянного проживания и как для курортного отдыха. То есть сюда и люди едут, здесь снимают квартиры на аренду, чтобы отдыхать с детьми. Здесь очень хороший пляж, книг глубокий, то есть поэтому этот район очень будет. Женя, вот ты как человек семейный, у тебя маленький ребенок, есть какой-то вопрос вообще? Что тебе здесь, да, что тебе здесь не хватает? Да, вот мне не хватает, наверное, какого-то парка. Я не знаю, как далеко здесь парк. Дикий. Здесь есть придомовая территория, но она там рано или поздно наскучит. То есть она была бы веселой, если бы она была сильно больше. Да, ну типа выйти погулять, прогуляться, что-нибудь такое, развлекушечки какие-нибудь. Ну как бы вот такой вот вид. То есть если бы здесь был парк, то цены бы не было. Вот это. А туда можно ходить? Вот это пустынка. Ну он такой. Ну там, да, там не... Ну сейчас, смотрите, сейчас они... Я же говорю, что город выделил достаточно большие средства на то, чтобы здесь сделали скамеечки, вот это вот поставили. Да, да, ну вот этого не хватает, просто типа дорога. Уюта какого-то. Уюта, да, нет. Да, мы сейчас поедем с вами, пойдем. Как в квартире, знаешь, мебель понаставить и всякие цветочки, там декоративные всякие дела. Выглядит, короче, как пустая квартира. Ну гулять с ребенком, там очень хорошо, там много пальм и всякую, все зелень. Ну то есть здесь должна быть поправка на перспективу. Хорошо. Давайте еще посмотрим квартиру. Так, кухню-гостиную мы посмотрели. Есть, кстати, окно. Комната номер один. Видите выводы? Да, да, да. Выводы под батареи. Здесь еще один балкон. Здесь санузел. Здесь прямо трэш. Ну все будет, как Настя говорит. Вид. Еще один балкон. А это, кстати, вид на горы. Да, вид на горы. Ну как обычно, вот это, как оно, туман этот, в общем дымка стоит. Ну и апельсиновые деревья, да? Апельсиновые деревья, да. Там вообще какая-то, не знаю, что это капуста. Капуста, апельсин, лимон, здесь клубника. Вот там дальше клубничные поля получаются. Ну и, короче, стройка, стройка, стройка. Пока так. Ну дальше достроиться не будет. Вот эти вот достроятся. И здесь больше мест, ну разрешенных нету на ближайшие два года. То есть по плану. Здесь нельзя будет строить. А, слушай, правда, что, кстати, прям не забыли, что больше шести этажей сейчас все не дают разрешение на строительство. По районам. Это зависит от района. Здесь можно? В Тедже, например, нельзя выше седьмого этажа строить. В Арпачи можно при условиях, если вы покупаете в четыре раза больше земли, что-то такое. То есть от земли зависит. А, чтобы территория большая была. Да, территория большая. Но никто из застройщиков так делать не будет. Потому что, в принципе, им не выгодно земля дворогая. Покупать на четыре дома землю, а ставить один. Это сейчас новое, да? Недавно что-то такое новое введение. Для того, чтобы не перекрывать вид другим домам. Да, чтобы не перекрывать виды, чтобы не было вот этой вот плотной застройки. Ну и чтобы город, да, не переполнялся. Дороги же вот это все, как в Сочи там, понастроили и все в пробках. Чтобы не было, как, не знаю, там, в Анталии, в Алании. Вот так вот все друг к другу в окна смотрят. Кстати, удивительно, здесь все балконы. Со всех балконах видно море. Здесь кусочков. Да, там кусочек, там кусочек. Тут горы. Так, ну и последняя комната. Вот это вот. Опа. А, здесь, кстати, еще санузел у вас второй. Блин, ну ценник, конечно, вообще отличается. Спору нет. Покажешь нам что-нибудь по высшеклассам сегодня? Да, конечно. Вот это, ну вот, в принципе, таких предложений вообще масса, да, на рынке? За такие цены. Ну, в принципе, вот мы же видим, что это, типа, не премиум, да, уровень? Ну, премиум. Средний. Это средний уровень, средний уровень, да. То есть, это не турецкий старый дом, это новый дом, который построен был по всем технологиям, как я уже говорила. Он будет теплый, то есть, это не дом на лето, скажем так. То есть, это дом для постоянного проживания. Итак, друзья, вот мы отъехали от нашего дома. Ну, сколько тут? 200 метров. И вот, получается, у нас дорога на море. Выглядит следующим образом. Вот, кстати, в этих домиках примерно за такую же цену можно тоже квартиру купить. Но что-то Настя не рекомендует. Говорит, раньше они строили, использовали там что-то морской песок. В нем присутствует соль и, короче, влага в домах получается. Хотя выглядит вполне симпатично. Парковочка, видите, у вас. Придомовая территория. Прям с видом на море. А вот это что за дорога? Это дорога, о которой я говорила, где можно гулять по ней. А, здесь машины не ездят? Здесь машины не ездят. Здесь проходит базар по вечерам. А, ну вот, друзья, видите, на велике можно гонять. Вот прям вот море. Интересно так. Смотрите. Да, от лавочки, видите. Улица 9 декабря. Да, 9 декабря еще, подчеркнем. Можно даже посмотреть. Кстати, здесь вот этот вход есть такой каменный, как у нас? Нет, здесь не глубоко. Я же говорила, что почему здесь выбирают... Не-не, каменный вот этот, у нас там скалистый вот этот в Махмутларе есть. Можете посмотреть, нет. Пойдемте. Ну, вот такой вот, друзья, песочек. Как в Анапе песок. Ну, мелкий, типа такой. Пыльный. Ну, интересно, да, как-то? Ну, я так думаю, что здесь как в Италии, то есть, когда сезона нет, пляж всегда грязный, на нем не убираются, а ближе к сезону, ну, городские, наверное, структуры приходят и чистят. Ага. Ну, вот так вот, друзья. Мечта ваша, жить на море. За 2 миллиона реально, буфе, да, купишь ты квартиру? За 2 миллиона? Ну. Ну, я думаю, нет. Даже не купишь, а тут вообще можно мечту, типа, воплотить, да, жить на море. Вон он домик наш, смотри. И все, и живешь на море спокойно. Так я вам рассказываю историю. У меня брат сейчас собирается покупать квартиру, и он ищет просто однокомнатную. То есть, вы должны понимать, что это, да. Да, это не 1 плюс 1, а вот 1 плюс 0, и он ищет. Студия, типа. Да. Ну, а 3 миллиона она стартует. Вообще. Не, ну да, как бы. А русских-то много уже здесь? Русскоговорящих? Мне кажется, их уже везде много. Они там, где дешево, и сразу... Захватывают, да, Мерсин? С Казахстана, наверное, тоже много, да? С Казахстана много. У меня очень много русских немцев с Германии, которые сюда переезжают на постоянное место жительства. Наши русские тоже, поэтому здесь в следующем году уже планируется открывать какие-то кафе, а не рестораны, там эти парикмахерские, ну и все. То есть, это все будет. Русские, куда приедут, они постоянно же не просто хотят на месте сидеть, они хотят и бизнес творить. Да. То есть, пока еще дешево, и пока это еще возможно. У нас смекалистые такие люди. Да, 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 есть такие предприниматели. Так, ну что, едем тогда в другой комплекс, покручить чуть-чуть и в другой район. Не, ну классно, мне нравится. Урбанистика только слабенькая, пока. Посмотрим, что будет дальше. Так район новый походу просто. Везде есть плюсы и минусы, я не буду топить там ни за какой вариант, хотя сюда я вообще ехал изначально с таким, с не очень хорошим настроем. Ну, вроде. Не знаю, посмотрим, как у нас день закончится, еще завтра будет у нас немного. В общем, в конце скажу вообще свое мнение в целом. Настя еще сказала, что здесь вроде как цены на питание дешевле, то есть в ресторанах. Ну что-то да, мы заказали себе еду там по 15 лир, по 150 рублей все. Да, чтобы вы понимали, там в Алании за 15 лир вы можете съесть только какой-нибудь донер, да, наверное, и все. И даже попить ничего не возьмете. А ты заказал донер? А я заказал донер и еще колу привезли, это все 10 лир стоило. 10 лир, ну типа 95 рублей. Вот типа того. На базаре тут тоже цены ниже, чем в Алании? Ну, типа менее курортный, да, поэтому и цены типа. И здесь большие есть магазины с одеждой, скорее всего и там и одежда дешевле будет. Все, короче, дешевле по-любому. В любом курортном городе все подороже, потому что рассчитано на курортников. Здесь еще большой порт, куда все везут. И это нужно понимать, что чем дальше от порта, допустим, который привозят туда те же самые вещи, какие-то мебели или еще что-то, чем дальше от него едешь, тем цена выше, потому что тратится на бензин. Логистика? Да, здесь порт рядом, в этом городе находится, поэтому цена на многие товары, она ниже, которые сюда. Окей, окей. Мерсин это свободная экономическая зона. Вот террас. Вот террас. Боже мой. Субтитры сделал DimaTorzok